В начале недели глава региона встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Наш регион взял шефство над Лутугинским районом Луганской Народной Республики. 2 августа Алексей Русских и глава района Евгений Бондарь подписали соглашение о сотрудничестве. С руководством Лутугинского района мы предметно обсудили первоочередные меры поддержки наших подшепных. Составили планы работ. Задач много, будем поэтапно их реализовывать. Прошу всех отнестись к этому со всей серьезностью. Губернатор также рассказал о визите делегации Ульяновской области в ДНР. Алексей Русских встретился с военными из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые участвуют в спецоперации. Передал им гуманитарную помощь и поздравил с Днем ВДВ. Наши ребята очень признательны ульяновцам за помощь и моральную поддержку. Для них это очень важно. В Ульяновской области продолжается ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Помощь оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей во всех муниципальных образованиях. Также разработана система скидок на школьные принадлежности. Мы также выпустили 5000 дисконтных карт, по которым наши первоклассники смогут получить скидки от 5 до 15% на приобретение школьных форм в таких магазинах, как «Бастон», «Элегант», «Шпатров», «Школьные моды». Также на приобретение канцелярских товаров, необходимых учебников, книг. Участники совещания также обсудили ситуацию на рынке труда. На завод «Авиастар» по-прежнему требуются сотрудники. Из необходимой тысячи новых работников на авиазавод набрали 300 человек. На вакантные места ждут работников подходящей квалификации. В целом у нас рабочих рук не хватает, потому что с занятостью в Ульяновской области все в порядке. Действительно, вакансии более 30 тысяч, а на учете стоит 3800 человек. Наши мероприятия, конечно, мы всячески поддерживаем «Авиастар» и пытаемся им помочь. Прежде всего, мы выдаем свои направления тем, кто стоит у нас на учете в службе занятости. В Ульяновской области продолжается ремонт дорог. На штабе по комплексному развитию региона вновь подняли вопрос укладки асфальта с применением новой технологии – с вторсырьем из полиэтилена. После укладки такого асфальта будут оценивать его свойства и износа стойкости. В экспериментальном режиме уложили 47 метров такого асфальта в Барышском районе. На дорогах также продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день выполнена работа на площади более 460 тысяч квадратных метров. Это 61% от годового плана. Продолжаем реализацию важного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках данного нацпроекта планируем привести в нормативное состояние более 100 километров автомобильных дорог. На заседании штаба также обсудили ситуацию с перебоями воды в районах, закупку 150 новых экологичных автобусов, ремонт улицы Федерации и моста Номинаева. Вновь затронули ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. За неделю число заболевших COVID-19 выросло на 25%. Ульяновцам рекомендовали ревакцинироваться. В числе хороших новостей передача территории старого Суворовского училища в муниципальную собственность и собственности Минобороны Российской Федерации. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.